С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в стране и Ненецком округе. За последние сутки в России выявлено более 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свыше 262 тысяч. За все время пандемии выздоровело более 58 226 человек. Умерло 2418 заболевших. Только за последние сутки 113 человек. В Ненецком округе, по данным, на утро 15 мая зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. Шесть пациентов выздоровело. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, лечение в специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы сегодня проходит 6 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно в Нарьинмаре 1, на Варандее 36, на месторождении имени Титова 3. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре и поселке Искателей находится 422 человека, в обсерваторе 11. Снято с контроля 568 человек. С начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 2183 исследования на коронавирус. Переходим к информации о ледовой обстановке. Часть основного ледохода остановилась в районе Большой Сопки. Голова ледохода на реке Печора находится на несколько километров ниже Нарьинмара. Прохождение ледохода в протоке Городецкий шар в районе окружной столицы ожидается 17-18 мая на уровнях 550-570 сантиметров. В случае формирования затора льда на выходе из протоки уровень составит 600 сантиметров. Такие данные приводит Объединенная гидрометеорологическая станция Нарьинмар. Ледоход на реке Печора и ее притоках в этом году развиваются на 10 дней ранее среднемноголетних сроков. Лед идет с заторными остановками и при средних уровнях воды. Утром 15 мая затор, который был в районе Оксина, разрушился. И теперь на участке реки Печора, Усть, Уса и Бондарка, это 5 километров ниже города Нарьинмар, развивается ледоход различной интенсивности. В протоке Городецкий шар у города Нарьинмар сохраняются разводья. Прогноз на вскрытие дан на 17-18 мая при уровнях 550-570 сантиметров. Ниже Даустья река не подготовлена к вскрытию. Там наблюдается ледостас, закраины. И вот по информации спутникового снимка, который был у нас вчера, лед достаточно плотный и пока еще не готов к вскрытию. Великовисточном отмечен рост уровня воды. По данным на 15 часов он составил 740 сантиметров плюс 1 сантиметр за 4 часа. В муниципалитете введен режим повышенной готовности. Превентивные мероприятия подготавливаем, укрепляем мостовые, делаем песочные насыпи. Вокруг объектов жизнеобеспечения на сегодняшний день две придомовые территории подтоплены. Там проживает 2 человека. На территории работает оперативная группа в составе двух человек от МЧС. Из Нарьинмар, да, они приехали? На реке Адзьва в Харуте продолжается редкий ледоход. На реке Пешево локовой чисто. На реке Уса затор льда в районе Петрунь разрушился. На участке Даусинска наблюдается ледоход различной интенсивности. 15 мая в Ненецком округе состоялось первое организационное заседание рабочей группы, призванной собрать предложения жителей Ненецкого округа в вопросе создания нового арктического субъекта в составе Российской Федерации, сообщается на официальном сайте администрации округа. Планируется, что в него войдут территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Рабочие группы были созданы в двух регионах 13 мая соответствующими распоряжениями глав субъектов после подписания меморандума о намерении образования нового субъекта Российской Федерации путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В рабочие группы вошли представители различных сфер деятельности региона, главы муниципальных образований, руководители учреждений и общественных организаций, депутаты всех уровней власти. Выступая на организационном заседании перед членами рабочей группы Ненецкого округа, в Рио главы региона отметил, что процесс создания нового арктического региона в России для Ненецкого округа был продиктован экономическими обстоятельствами непреодолимой силы. Экономика округа испытывает кризисное состояние. И связано это прежде всего с низкой стоимостью на нефть. А 2-3 недели тому назад нефть вообще коснулась нуля, если вы знаете. А экономика округа, она моноэкономика. Она полностью зависима от того, насколько высока цена на нефть и насколько эффективно работают здесь нефтяные компании. Совершенно определенно, что в сегодняшних условиях бюджет просто трещит. У нас огромное количество обязательств, социальных обязательств. И выполнять эти обязательства в сегодняшних условиях становится просто невозможно. Возглавил рабочую группу в округе заместитель председателя собрания депутатов Матвей Чупров. Под его руководством члены рабочей группы должны организовать сбор предложений от жителей региона. Мы прекрасно понимаем, что это очень сложная работа. Потому что в ходе этой работы мы должны учесть интересы всех жителей округа. Всех. Тех, кто живет в Наринмаре и в поселке Искателе. Тех, кто живет в отдаленных поселках. Тех, кто сейчас работает на фермах или занимается линеводством, рыболовством. То есть все должны быть учтены. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что в период работы рабочей группы вы будете активно общаться с населением, будете слышать их. И, естественно, все их пожелания обязательно будут учтены в итоговом документе. В ходе первого организационного совещания члены рабочей группы разделились на 11 подгрупп, которые будут осуществлять сбор предложений по нескольким направлениям. Каждый по своему направлению их возглавили Александр Чурсанов, Наталья Кордакова, Римма Костина, Александр Балабон, Галина Медведева, Игорь Соколов, Александр Жданов, Юрий Котанзейский, Ирина Тихомирова, Виктор Калюжный, Герман Цопочкин. Более подробная информация на официальном сайте администрации. Высказывая свое мнение по вопросу создания нового субъекта России, члены рабочей группы практически единогласно акцентировали внимание на сохранение социальной гарантии для жителей Нинецкого округа. Члены рабочей группы определились с порядком, каким образом будет происходить сбор мнений и предложений жителей Нинецкого автономного округа в отношении этого судьбоносного для нашего региона вопроса. Были созданы комиссии по направлениям для того, чтобы максимально охватить население, для того, чтобы у каждого была возможность высказать свое предложение, свое мнение по этому поводу. Все они будут учтены в обязательном порядке. Для того, чтобы собрать максимальное количество предложений от жителей Нинецкого автономного округа и охватить всех, в рамках комиссии созданы рабочие группы, которые будут заниматься сбором предложений по отдельным управлениям, по муниципальным образованиям, по сельскому хозяйству, по образованию, по здравоохранению, по другим сферам в Нинецком автономном округе. Для удобства жителей будут установлены ящики в муниципальных образованиях. Все желающие могут направлять свои предложения на электронную почту Общественной палаты Нинецкого автономного округа в социальных сетях, звонить и обращаться лично к членам рабочей группы. Все открыты, ждем предложений по поводу этого вопроса. Сбор предложений организован несколькими способами. Свои предложения жители Нинецкого округа могут направлять на специально созданный сайт в сети интернет «Создаем новый регион.рф» в группы, созданные для этого в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. В офлайн-режиме предложения можно направлять по почте на адрес Общественной палаты Нинецкого округа. Осторожно, интернет-воры! В период пандемии продолжают промышлять мошенники, которые наживаются, обманывая население в социальных сетях. Так, 2 мая 2020 года в дежурную часть окружной полиции обратился гражданин с заявлением о списании с его счета денежных средств. В социальной сети ВКонтакте ему пришло сообщение от знакомой из списка друзей. Мошенник от лица девушки предложил поучаствовать в акции «Спасибо», проводимой одним из банков. Для этого было необходимо сообщить реквизиты банковской карты и отправить код подтверждения из СМС, что и сделал пострадавший. С карты тут же списали порядка 12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г, части 3, 158-й статьи Уголовного кодекса «Кража за счета банковской карты». Проводится оперативно-розыскное мероприятие. Сотрудники полиции призывают граждан сохранять бдительность. При осуществлении переписки в социальных сетях и вообще в сети интернет, прежде всего, когда поступают сообщения финансового характера о переводе денежных средств, либо с целью одолжить взаймы, либо участие в каких-либо акциях, и вообще, когда речь идет о реквизитах банковской карты, лишний раз не стоит лениться и позвонить, соответственно, тому человеку, который пишет, с целью того, чтобы убедиться, что действительно он ведет с вами переписку или нет. В случае же, если вас самих взломали, необходимо обратиться в службу поддержки сайта с целью блокировки и смены пароля. Также необходимо оповестить подписчиков о том, что ваша страница взломана. После 20 мая будет определена дата проведения ЕГЭ для выпускников 11-х классов. Об этом накануне в интервью нашему каналу рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента образования Неницкого округа Антон Пустовалов. По его словам, в регионе готовы к любой форме проведения экзаменов и в любое время. Изменения в проведении ЕГЭ и ОГЭ в текущем году внесло Министерство просвещения России. Решение, которое было объявлено в ходе совещания профильного федерального ведомства, обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране. Что касается ЕГЭ, на совещании сказали, что к 20-му числу Министерством просвещения будет принято решение о его переносе. С 8-го числа, с 8-го июня уже перенесено, но сказали, что это будут цифры примерно после 20-го июня, но даты еще не определены. Поэтому мы 20-го мая ждем совещания, и после этого мы уже и всем нашим ученикам 11-х классов и всему региону объявим о том, как будет в регионе проходить ЕГЭ. Государственные экзамены будут сдавать только выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. Тем, кто в этом году не намерен начинать обучение в вузах, выставят отметки в аттестат по итогам учебного года. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму. В Нинецком округе готовы к любому варианту проведения ЕГЭ. Мы готовы к разным вариантам развития событий. В зависимости от того, какую поставят задачу Министерства просвещения в нашем регионе, любые задачи мы сможем реализовать даже и в конце года. Понятное дело, у людей отпуска, сложная эпидемиологическая ситуация в регионе, но, конечно же, все будет проводиться с соблюдением всех необходимых норм и правил, которые сейчас существуют по всей нашей стране. Что касается выпускников 9-х классов, то основной государственный экзамен отменят полностью. Итоговые оценки выпускникам 9-х классов будут выставлены на основании учебных четвертей. Два окружных предпринимателя получили сертификаты за участие во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года-2019». Церемония вручения с участием руководителя Департамента экономики и финансов Нинецкого округа Татьяны Лагвиненко прошла в Нарьенмаре. Далее все подробности. Ментальная арифметика, скорочтение, развитие памяти, каллиграфия и творчество – всему этому местных ребят обучает Александра Калинина. Пару лет назад женщина открыла в окружной столице школу «Уникум». Дети настолько полюбили занятия, что даже сейчас, в период пандемии, 12 из 50 учеников не прекратили обучение. Встречи с воспитанниками Александра проводит с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Ну а сегодня женщине вручают заслуженную награду. Александра Калинина стала победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства 2019 года. Затем автоматически прошла федеральный этап и получила сертификат «Лучший социальный проект года 2019». Я не хотела в нем участвовать. Меня, честно говоря, специалисты из Центра развития бизнеса говорят, Александра Ивановна, поучаствуйте, потому что я думала, что еще рано, потому что года еще я не проработала. Ну вот, поучаствовала в этом конкурсе. Я здесь работаю одна, у меня нет наемных работников, но в перспективе попросятся учителя начальных классов. Руководитель Центра развития «Досуга элит» Владлена Степанова стала вторым участником от Нинницкого округа. Бизнес-вумен также удостоена сертификата. Я затронула то, что ранее было, и то, чего сейчас мы добились. То есть, чтобы было сравнение, да, чтобы люди понимали, что мы не стоим на месте, что-то новое предпринимаем для других. И я была в категории социального предпринимательства, и как раз-таки там мы описывали, что с детьми мы работаем от трех лет до людей преклонного возраста, и какие социальные проекты мы вообще, в принципе, реализовали уже. А их немало. Заявка на всероссийский конкурс подается на официальном сайте. Участникам необходимо описать свой проект, рассказать о том, чем занимается организация, предоставить пельчинь услуг и прикрепить фотоматериалы. Ну и надеемся, что вы будете участвовать и дальше. Я так надеюсь. У нас, по крайней мере, два номинанта, так сказать, здесь в округе. Это уже здорово. Читаю то, что мы совсем недавно начали это социальное предпринимательство продавать. Добавлю, первый конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся в 2015 году, в котором приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, предоставив в Оргкомитет более 60 проектов социального предпринимательства.